Грузинские хачапури бывают мегрельские, эмеретинские, пааджарские и так далее, а мы будем готовить хачапури самых популярных видов, в виде лепешки с сырной начинкой и в виде лодочки. Готовим это просто. Вкусные лепешки с сырной начинкой в разных районах Грузии готовят по-разному. В этом рецепте я хочу вам рассказать и показать, как приготовить наиболее популярные грузинские хачапури. Процесс очень простой, поверьте, вы легко справитесь и сможете порадовать себя и близких вкусной выпечкой. Отмеряем необходимое нам количество ингредиентов для замешивания теста. В небольшую мисочку высыпаем дрожжи и сахар. Перемешиваем и добавляем 1 дробь 3 стакана теплой воды. Перемешиваем и ставим в теплое место. Дрожжевой раствор должен подняться пенной шапочкой. Добавим к нему оставшуюся воду, соли перемешаем. И выливаем получившуюся смесь в просеянную муку. Замешиваем тесто. Оно будет липким и мягким, не пугайтесь. Добавим к тесту растительное масло и тщательно вымешиваем. А вот теперь тесто не должно липнуть к рукам, но останется таким же мягким. Тесто накроем полотенцем и поставим в теплое место минут на 30-40. Пока тесто подходит, займемся начинкой. Сыр натираем на терке и добавим грамм 50-60 воды и чуть больше половины столовой ложки муки. Если сыр у вас не соленый, добавьте по вкусу соли. И перемешиваем все вместе до однородности. Масса должна получиться мягкой и сочной. Тесто подошло, делим его на две части. Сырную начинку тоже делим пополам. Тесто подошло, делим его на две части. Сырную начинку тоже делим пополам. И теперь заворачиваем до середины один край лепешки. А затем второй. Тщательно скрепляем концы хачапури и переносим на пергамент. Печь хачапури очень удобна на перевернутом противне. Делаем второй вид хачапури. Из оставшегося теста руками формируем теперь уже круглую лепешку. В центр выложим начинку. Собираем края лепешки вокруг начинки и тщательно защипываем. Переворачиваем швом вниз и опять же руками формируем лепешку. Нажимаем аккуратно. В центре готовые лепешки сделаем отверстие. И перекладываем на противень. Духовку нагреваем до максимально возможной температуры. В моей духовке 275 градусов. Выпекаем хачапури минут 5-7, затем смазываем растопленным сливочным маслом и отправляем обратно. Выпекаем еще минут 5-7. По центру хачапури лодочки, в начинке сделаем небольшое углубление и выливаем туда или целое яйцо, или желток. А по краям выложим кусочки сливочного масла. И можно приступать к трапезе. Перемешайте начинку с желтком, отрывайте кусочки теста и макайте в получившийся соус. Это вкусно.